Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша, рада приветствовать вас снова на своем канале и добро пожаловать в большую распаковку июня. Коробка в этот раз из золотого яблока мне приехала очень-очень-очень большого размера, и это обусловлено тем, что здесь есть некоторые интересности, которые я все же отложу на последок распаковки, потому что мне хочется чуть более детально сосредоточиться на том, что здесь лежит, а так здесь будет Wildberries, Beloris и Yves Rocher. Начну, пожалуй, с Yves Rocher, потому что я очень-очень давно ничего у них не брала, и так получилось, мне позвонил консультант или кто там у них оператор, и задался вопросом в трубку прям, девушка, почему вы у нас ничего не заказываете? И я такая, оп, точно, что-то я как-то забываю все, к вам сходите, схожу-схожу, не переживайте. Ну и так вышло, что в онлайне у них не было того, что меня интересовало, поэтому пришлось копать в интернет-магазин и оформлять заказ таким образом. Ну, в общем-то, мне, по сути, и не важно, главное купить то, что я хочу. Ваша карта привилегий всегда с вами. Так, это, видимо, бонусная карта. Нифига себе, у меня наконец-то появится карта от Yves Rocher, и вот мой заказ. Это масло, это не гель для душа, это масло для душа, которое мне очень-очень понравилось, и оно входило как раз в новогоднюю линейку этого года Yves Rocher. Аромат называется шоколадный апельсин. Апельсин в шоколаде называется эта линейка. В пустых банках, мне кажется, несколько месяцев назад вы могли созерцать у меня такую одну пустую баночку, и как раз-таки по телефону, когда я хотела оформить заказ, у них именно этой позиции не оказалось, поэтому мне пришлось идти на сайт. Пока что еще этот продукт есть в наличии, но, в принципе, с этим ароматом есть еще и гель для душа у них, он также еще есть в ассортименте. Но мне очень нравится масло, и так как лето, мне хочется как-то не очень сильно прям очищать свою кожу до скрипа, потому что принимать душ я в высокую влажность Петербурга предпочитаю все же чаще летом, поэтому предпочитаю чуть более мягкое очищение. И вот эти средства как раз вот то, что мне надо. Следом пойдет вот такой вот гель для душа, и это лимон с чем? С базиликом. Лимон с базиликом. У меня есть гели от Ифраше, я их очень люблю, и вообще у меня Ифраше ассоциируется вот действительно с какой-то, не знаю, с беззаботным каким-то временем. Я помню, когда-то давным-давно, здесь я на Ютубе смотрела девушку-видеоблогера, Гузель ее звали, и у нее как раз очень много Ифраше было. Как она соблазнительно ароматы этого бренда описывала просто, и еще голос у нее такой успокаивающий, просто невероятная девушка, но она сейчас не снимает, а теплые воспоминания об Ифраше все равно у меня есть. Блин, я открыла до сих, и вот прям вот чувствую, вот чувствую этот аромат. Очень-очень вкусный. Больше похоже на какую-то лимонную микстуру, но не гадкую, такое какое-то лекарство. Я бы не сказала, что это базилик, но определенно терпкая трава какая-то угадывается. Быть может, под душем это дело все размылется, и будет пахнуть очень-очень круто. Так-то лимон, конечно, доминирующие ноты я здесь улавливаю, но базилик какой-то здесь немножечко видоизмененный. И я взяла небольшой формат 200 мл, потому что вот эти вот огромные бандурины, которые у них по 400, что ли, вот какие бы они клевые ни были, вот реально они у меня, блин, годами стоят. Я то ношу, то выношу, то туда, то сюда, и в итоге я, наверное, ни одну так добить и не сумела. А некоторые мне даже приходилось отдавать, в конце концов, своим заловкам. И далее. Далее. У них вышло, сколько я поняла, Роис на сайте, какие-то новые линейки для лица. Я решила прикупить из этих двух линеек по одной единице, чисто вот для пробы. Очень приятный, кстати говоря, такой дизайн. Пузатенькая такая баночка. Туба. И это гель для умывания с ароматом мяты. Насколько я могла судить по обзорам, которые писали девочки на рекоменде, и это средство обладает прям, ну, приятным освежающим эффектом в процессе умывания. То есть тут не просто так заявлен аромат мяты, тут еще и охлаждающий эффект. Идет бонусом. Так что на лето самое то. Буду пробовать, буду примерять, смотреть. Ждите в пустых банках, наверное, лето. Я не знаю. Ну, я думаю, да. В пустых банках точно это дело у меня обязательно засветится. И взяла, я все-таки решила. Решила попробовать, раз уж я ухожу в дебри очищения лица от макияжа, при помощи каких-то дополнительных элементов, без участия ватных дисков, я решила взять вот такое вот молочко, успокаивающий крем для снятия макияжа. Вот, даже не молочко. На него уже отзывы разнились. Не всем оно понравилось. Но мне было интересно попробовать, поэтому я его прихватила. Аромата особого я здесь не ощущаю. Тубы, кстати, реально приятные. Прям классенькие, такие пузатенькие, миленькие, симпатичненькие. Прям глаз радуется. Я тут откупорила два продукта для умывания, но о них, наверное, я чуть дальше буду рассказывать, когда я буду открывать мешок от Wildberries. Так что сразу короткий ревью некоторых продуктов оставлю. А тут еще на дне у меня в коробке валяется Magic Moment. Это записная книжка или типа того, шла в подарок. Да? Почему? И нет. Очень такая худенькая. Больше похожа на тетрадочку, чем на блокнотик. Очень узенькая, очень тоненькая тетрадочка. И тут еще мне положили вот такой вот парфюм. Сельдазур. Мне кажется, был этот аромат. В сошетках я не думаю, что он мне как-то прям понравился, потому что я бы запомнила его определенно. О, какая милота! Какой малыш! Ну, сейчас посмотрим. Может быть, мне он... Да, мне он не совсем прям понравился, но сам он приятный. Он свежий, свежий, нежный. Интересный. Ну, не знаю. Ну, мне кажется, может быть, на лето и подойдет. Посмотрим, посмотрим, как пойдет дело. В случае чего я всегда знаю, куда я это могу отдать. Заловкам своим. Ну и не отходя далеко от темы до макияжа, я начну, наверное, все-таки открывать все то, что мне приехало с Wildberries, потому что, ну, как я уже выше говорила, два продукта, о которых я хочу упомянуть немножечко. Они принадлежат как раз больше Wildberries. Ну, по крайней мере, я их там купила когда-то. И к этим продуктам я хочу отнести вот такое вот бальзам масла для снятия макияжа с глаз, губ, лица от Vitex. Я возлагала на него большие надежды. Я думала, что продукт мне понравится, но, к сожалению, мы с ним не подружились. У меня, знаете, много гидрофильных масел было в рутине. Также я какой-то промежуток времени любила удалять макияж с глаз. Также при помощи легких гидрофильных масел, по типу как у Organic Kitchen, вот эти вот есть с Геворгом, с Адель, вот они. Они мне очень нравились до макияжа глаз. Очень комфортно, хорошо, не растягивая, не травмируя лишний раз кожу, удаляли макияж. И никакого дискомфорта не было. Ну, так-то если говорить. В принципе, у меня не только эти гидрофилы были когда-то в рутине до макияжа, в частности, удаление макияжа с глаз, тут нужно просто помечать, потому что для многих людей это два совершенно разных параметра. Общий демакияж лица и также удаление макияжа с глаз при помощи дополнительных элементов. Тут немножечко разница, нужно обязательно делать ремарку. И вот этот продукт, мне казалось, должен подойти. Я его решила взять по наводке своей зрительницы и, к сожалению, к сожалению, продукт-то классный, он хорошо удаляет макияж. Мне понравилось, как он работает с тушью, с тенями и так далее. Но тут получился очень неприятный казус. После удаления макияжа с этим продуктом у меня, к сожалению, есть такая странная мутная пелена в глазах, от которой мне еще нужно как-то избавляться. Я не знаю, как это получается. Это первый продукт около гидрофильной такой текстуры, с которым у меня возникает вот такой вот неприятный момент. Мне очень грустно, но, с другой стороны, я знаю, что девчонкам моим стопудово эта штука понравится. Так ты с макияжем справляется довольно неплохо. И также у меня в руках побывала вот эта вот штука от Белита. Мисс Безупречность эффект микродермабразии эмульсия для снятия макияжа с лица и век очищающая. Но тут написано для снятия макияжа с лица и век. У меня вообще никакой дружбы с этой штукой не получилось. Если вот эта от Vitex хотя бы что-то делала и неплохо справлялась со своими предназначениями, это лично у меня какие-то вот моменты с ней возникли, то с этой штуковиной вообще просто целый ворох предъяв. Но не работает она на мне. Я не знаю, что не так. Опять же, скорее всего, буду отдавать своим девчонкам. Может, они как-то сумеют справиться. Текстура у нее как у молочка. И, наверное, еще из-за этого как-то, не знаю, жирность сниженная. Не знаю. Не та текстура, не совсем подходящая для меня. У меня закончился мой шампунь, который стоял на полке. И к моему ужасу я поняла, что ничего в закромах у меня больше нету. Поэтому я решила взять что-нибудь интересненькое, необычненькое, то, чего у меня еще не было пока. Решила все-таки не повторять мой любимый этот вот желтенький шампунь. Господи, тоже Vitex или как он? Блин, я постоянно забываю. Короче, желтый мой любимый шампунь. Приколю фотографию куда-нибудь в угол, чтобы можно было увидеть. Я постоянно этой тубой мелькаю на канале, постоянно их покупаю. Уже там шесть штук у меня было. А вот это я решила взять впервые. И я помню, что бренд Balea, если я не путаю, так называется, он представлен был когда-то у нас в сети магазинов Watson's. Watson's. Бывший из Spectre. Господи, кто еще помнит, что вообще Watson's раньше был Spectre? И решила взять я его в большей степени ради приятного аромата. И здесь он есть. Яблочный приятный аромат, прям клевый. Вот какая упаковка сочная, вот такой вот сочный аромат. То, что я прям хотела. Я надеюсь, он меня не очень разочарует. Ну, а если разочарует, опять же, я знаю, кому буду отдавать это дело. Но я думаю, все же ничего не должно такого случиться. Следующий продукт, который здесь идет, хоть бы он не поранился. А то приедет, еще что-нибудь будет вытекать, выливаться. Я надеюсь, что все будет хорошо. Это некий такой увлажняющий мист, который можно наносить... Да, немножечко пролилось, но не критично. Который можно наносить на волосы после мытья, собственно. Некое кондиционирующее средство. Посмотрим, как оно подойдет. Здесь написано, что это 5 в 1. Ох, наверное, долго я это буду тратить, но у нее текстура молочка. Есть вероятность, что мне может подойти. Главное, чтобы не утяжелила и не перепитала. А то кудри очень такие требовательные. Спрей для тусклых, поврежденных волос. 5 в 1 с ароматом франжепани. Да, аромат очень даже приятный, нежный. И с этой же серии франжепани я решила взять еще и кондиционер. Впервые я, наверное, так крепко ушла в сторону волос, пробуя что-то совершенно для себя чуждое из марок. Волосы у меня требовательные, капризные, далеко не все им подходит. Но иногда хочется все-таки чего-нибудь новенького даже в этом спектре попробовать. Мыло. Мое любимое мыло, которым я уже... Ну, не соврать бы. Ну, лет 5 так точно. Мою свои кисти для макияжа, лица, глаз, всего остального. И это бренд LV. Мыло. Обычное твердое мыло. Без запаха, без аромата, без примесей, без красителей, без чего бы то ни было. Я его очень люблю. Когда оно появилось на Вайлбарис, я решила его взять, потому что, как правило, если я его покупаю, я покупаю сразу же несколько кусков. Просто чтобы было. Просто кушать оно не просит. Срок годности у него довольно большой. Ну и пусть лежит. Для моего личного успокоения и в целом вообще я очень люблю это мыло. Да и в принципе, если вы любите макияж, увлекаетесь, то мне кажется, это мыло также вам может вполне себе полюбиться. Ну, по крайней мере, по моей наводке. Моя подруга его также начала покупать. Он также очень его любит. Свет, если ты мне смотришь, большой тебе привет передаю. Я очень люблю тканевые маски от Белленда. И, кстати говоря, у них вот эта вот серия с мордочками, вот несмотря на их забавный видок, состав очень-очень неплохой. Тут есть молочная кислота и, в принципе, какие-то увлажнители. По крайней мере, я четко помню, что когда я ее впервые пробовала, мне она понравилась. И тут можно сказать, ну, развлекалово, да, ну, все это дело. Но, да, у Вилента Саван Дейс, например, мордочки, у них состав не то чтобы беднее, он прям намного-намного более бедный, чем здесь. Здесь прям видно, что постарались над составом. Ну, и когда она появилась, соответственно, я решила побежать на Вайлдбрис и купить. Сколько там было? Последние 4 штуки, вот последние 4 штуки я взяла. Поставила уведомление, если появится, куплю еще раз. На самом деле, немножечко обидно, что у нас столь сбалансированных, интересных по составу тканевых масок на рынке не так и много. Вот, приходится у Биленды, блин, покупать. Это как бы не минус, но действительно, как бы, почему у нас такого нет? Это же не так и сложно. Ну, и, конечно же, раз уж я ударилась в матчку кистей, было грешно не купить еще. Тем более, у Миши Ведяева опять снизился ценник на Вайлдбрис, на его кисти, поэтому я взяла, наверное, ну, сколько получается у меня, раз, два, пять, пять, шесть, семь. Теперь у меня в коллекции семь кистей от Ведяева. Две из которых, насколько я поняла, устаревшие. Больше он их не производит. И пять теперь из которых есть у него, в общем-то, в ассортименте. Также я еще решила взять одну кисточку от Геворга. Мне очень понравилась сборка той кисти. И, в принципе, и подача, и все остальное я решила прикупить. И эта кисточка для подводки. Да, я не рисую себе никакие стрелки, но артами все-таки баловаться хочется. И хочется делать это вот с нормальной кистью. Но так как я за все время не особо как-то увлекалась этим делом, у меня по факту не оказалось ни единой нормальной кисти для подводок в арсенале. Кроме как вот та, которая шла как-то давным-давно к подводке Мэйбеллен. Вот. Я по юности иногда могла себе стрелки нарисовать, когда еще не так новейшая была века. Ну и, в общем-то, и все. Поэтому я решила взять нормальную кисточку для стрелок себе. Но она больше для артов пойдет, опять же. И увидя его, взяла три кисточки. И вот как раз-таки покупая эти три кисти, я поняла, что все-таки, все-таки бренд не отказался от своей маркировки. Я просто прошлые две купила, и они показались одинаковыми вот в своих этих квадратиках. Красные квадратики, что у одной, что у другой. Сейчас вот я как раз смотрю на них и вижу, что у одной более яркий квадратик, а у другой более бледный. Так что маркировку он свою никуда не забросил. И здесь, собственно, то же самое. Меня только смущает ситуация, что как мне описывать тогда кисти? А теперь поговорим о той кисточке от Миши Ведяева, которая идет с бирюзовым квадратиком, которая идет с салатовым квадратиком, и которая идет с темно-зеленым квадратиком. Ну просто, мне кажется, все же та маркировка, которая у него была изначально, красная полоса, голубая полоса, зеленая полоса, желтая полоса, там было легче как-то ориентироваться. А здесь получается, что, ну действительно, как-то не знаю, если мельком глянуть, можно прям перепутать. Насколько я понимаю, одна называется Lime, другая Lagoon, третья Green. Ну и да, я обещала снять ролик про свои кисти. Я обязательно это сделаю, и я бы хотела это чуть более детально как-то рассказать, и, в общем-то, ревью про каждую кисть отдельно выложить, чтобы было понятно, как я наношу именно, и чем каждая кисть мне понравилась, чем не понравилась. Вот чисто вот мое субъективное мнение, как человека-любителя, без каких-либо там претензий на что-то там суперическое. Я все это помню, и обязательно он будет, но, наверное, все-таки в следующем месяце уже. Надо прям обкатать тщательно, чтобы понимать вообще, как и что с этими кистями, потому что иной раз, даже не после третьего нанесения, становится понятно. Что тут у меня еще осталось? На самом деле, распаковку Wildberries делать не совсем удобно, потому что все это в шуршащем пакете находится, но, тем не менее, продолжая тему подводок, я показывала в одном из прошлых роликов, где я делала макияж со стаками и пыталась себе какие-то стрелки делать, через такого фантазийного типа, не претендующий ни на что такое особенное, я показывала базу, жидкую базу, но я ее показала очень-очень мельком. Как раз-таки при помощи этой жидкой базы, вот она от Revolution Intensifier Primer, это жидкая такая вот субстанция, которую можно замешивать с пигментами и получать стойкую подводку, но изначально она продавалась хоть и отдельно, потом стала продаваться вот в таких вот китах вместе с тенями, и называется такой набор Flowless Foils. Сюда входит однушка теней и вот этот вот разбавитель, как они пишут, база. Тут ее совсем мало, но на самом деле хватает такой штуки на довольно длительное время. Буквально одна капля, две капли максимум, и у вас просто на палитре разведена жидкая мультихромная подводка, ничего покупать не надо. Ну, конечно же, не без помощи пигментов. И второй продукт, который здесь идет, это тени, но я скажу сразу, что в первый раз я покупала тоже вот с таким вот набором, и, ну, как бы, ну, не знаю, я не пользовалась. В принципе, оттенок тут хороший, и честно не представляю, зачем они это вместе делают. Ну, быть может, тоже какую-то подводку делают, но вообще это кремовые тени. Кремовые тени очень часто попадаются здесь, в этой линейке, у них ходовые цвета. Пробую сейчас новые базы, и скоро очередь дойдет и до Wet n Wild обязательно, а пока это эстрады. Эстрады, это тот самый подбренд от Art Visage, у них там еще есть Виалата, уходовые бренды, и вот среди них есть эстрады. Московская марка, и это база под тени. О, молодцы, она запаяна. Прям реально молодцы. Это хорошо, ну, потому что база, действительно, продукт такой застывающий. Я взяла оттенок 103, бежевый, потому что мне показалось, что самый светлый, прям белый-белый, а самый темный, он, не знаю, желтоватый какой-то. Поэтому решила взять так, какая неказистая коробочка, я прям удивлена. Я вообще думала, что придет в коробочке меньшего размера. И я заказала еще двое румян. Вообще, я по наводке своей зрительнице заказала еще два оттенка, но они еще мне пока не приехали. Жду, приедут, получу. Но я их, наверное, молча тогда в какой-нибудь тест-драйв запущу или же в собиралку. А вот эти румяна я честно подсмотрела в группе ВКонтакте Маши Уру. И, кстати говоря, вот ее группа, будет где-нибудь ссылка, и можете посмотреть. Одна из подписчиц Машиных сказала, что одни из самых прикольных румян кремовой текстуры вот эти вот. И я подумала, подумала, блин, почему бы не попробовать? Тем более, я румяна маньяк, и я решила взять. Ну и также, да, я жду румяна от Дибаша, который я взяла по наводке зрителей за своей. Какой-то получается месяц румян, что ли? Хотя нет, рано говорить, всего лишь четыре оттенка. Всего лишь четыре оттенка. Месяц румяна, это когда штук шесть, тогда месяц румян. Следующая коробка с интернет-магазина Белорис. Я тысячу лет там ничего не брала, хотя я помню, года, наверное, два назад, или три, я прям очень много там всего покупала стабильно. Белорис интересен тем, что там, пожалуй, одни из первых появляются новинки белорусской косметики. И интересно их мониторить, смотреть и покупать. Да, ценник там все же повыше, а иной раз прям значительно выше, в отличие, например, от Валбриса. Но зато новинки, зато там есть новинки. Поэтому очень многие любят этот интернет-магазин и, в общем-то, есть за что его любить. Там можно, в общем-то, за отзывы получать своеобразные бонусы. Ну, то есть, вы покупаете что-то, да, оставляете прямо на их сайте какой-то отзыв касательно продуктов, ну, и получаете какие-то бонусы. Далее они копятся в скидку и можно подешевле уже покупать продукты. Я, на самом деле, этим не занимаюсь, как-то что-то, не знаю, не хватает у меня на это времени, я же еще на рекоменд параллельно пытаюсь иногда писать и вести группу в ВКонтакте, поэтому для меня это не совсем актуально, но вообще, вообще, это очень неплохое подспорье, если говорить именно в плане каких-либо выгодных предложений. А так, да, там все же дороже. Очень многие моменты там стоят подороже. Ну, и так как новинки, да, раз уж я полезла на Белорис, я, Синпин, я что-нибудь из новинок посмотрю. И я взяла вот такой вот гель для душа, да, что-то у меня... Вот, как раз-таки месяц геля для душа. Вот здесь, наверное, более актуально будет сказать. Не месяц румяна, месяц геля для душа. И этот гель для душа, он с ароматом ананаса. Или чего? Гель для душа, мороженое, ананасовый, сорбея. Я прям надеюсь на вкусный аромат. Да, боже, это пахнет лимонадом ананасовым. Вот это клево. Вот это прям... Вот это классно. Главное, чтобы эта банка мне быстро не надоела, потому что есть такая тема. Гели для душа мне, к сожалению, быстро надоедают. Часть приходится потом отдавать, а часть особо прям любимых отношу обратно в комнату и потом туда-сюда таскаю. Ну, как я говорила уже в самом начале видеоролика. Далее здесь у меня вот такой вот шампунь. О, да! Второй шампунь, как интересно. И это маршмеллоу, манго и кокос. Шампунь для красоты волос. Очень красивая упаковка. Мне кажется, я купилась сугубо только на нее. Ничего плохого в этом не вижу. И я думаю, что он должен мне понравиться, потому что обещание тут очень даже... очень даже то, что для меня. Да, тут очень мягкие пауы в составе и, в принципе, да, очень мягкий такой сам по себе состав, по своим компонентам. Пахнет он. Чем-то сладеньким я не могу ловить, чем. В общем, по крайней мере, я более чем уверена, что вот эта вот красота шампунистая будет явно радовать меня. Мой глаз в ванне. Ну, конечно, я все сразу отнесать туда не стану. Далее тут у меня мыло для рук. Я забыла показать, конечно, но я еще заказала мыло для рук от Бали. Кстати, наверное, все-таки стоит упомянуть, потому что один экземпляр я унесла уже в ванну и во всю пользу. И, к сожалению, к моему большому сожалению, это одно из немногих видов мыла для рук, которое подсушивает кожу. Вот я сейчас приколю, не буду из ванны тащить эту фотографию. Мыло, которое у меня там стоит, очень вкусный аромат. Офигенно. Бадья еще классная, красивая. У меня вторая лежит с другим ароматом, но, блин, подсушивает кожу. Вот подсушивает. Это странно. Это как-то грустно, потому что я не сталкивалась ранее с тем, чтобы мыло для рук сушило кожу. Но здесь прям вот это есть. Очень жалко, потому что ароматы у Бали очень вкусные здесь. И тубы большие, и цены привлекательные, но, к сожалению, по техническим характеристикам все-таки не самое лучшее мыло. А вот это вот мыло я уже беру не первый раз. Ну, если говорить именно про само мыло, да, потому что именно аромат этот я беру впервые. Но вообще до этого у меня был какой-то десерт, что ли, какие-то ягоды, я не помню. Тоже на Белорисе заказывала. Чисто вот, ну, не только мне в эти руки, да, но чтобы и детям было прикольно, я это дело могу взять и... О, немножко растеклось. Оно пахнет, кстати, не так интересно, но удивление. Хотя здесь яблочный фреш. Ну, также замешанный здесь еще и банан, я вижу, и груша. приятный аромат, но не какой-то суперзабористый. Я ощущаю немножечко дюшес и яблок, вот как-то так. Ну и, да, я немножечко испугалась, что эту базу от Revolution раскупят, и решила взять еще одну на Белорисе, потому что, когда я покупала на Wildberries этих баз, осталось буквально там три штуки, что ли, в наличии. Может быть, еще подвезут, но это вот у меня другой оттенок уже, но точно такая же база, как вот эта вот, собственно, у меня их теперь две. И я решила взять вот такой вот тушь, Thermo Tubing, Thermo Tubing. Очень красивая упаковка. Я не возлагаю каких-то явных надежд на эту тушь, но я очень надеюсь, что, ну мало ли, мало ли, ну вот мало ли. Как правило, все же они мне не очень все подходят, но тут термо. Ну, блин, термо, я люблю термо. Они, как правило, на мне не осыпаются, никуда не убегают, не отпечатываются, и я надеюсь, что это таковой станет. И это тушь от Reluie. Одна из новинок, насколько я понимаю. Так, я пока, наверное, открывать не буду. Чуть попозже добью, наверное, свою гипноз и приступлю к пробам этой туши. Но на какой-то объективный, наверное, отзыв рассчитывать здесь не стоит, потому что тут будет очень субъективно все. Еще два геля для душа. Да. Обязательно. Лето на дворе. Очень вкусные ароматы. На самом деле у Белиты в этой линейке вышло как минимум пять или шесть ароматов, но шесть, кажется, шесть. Но я решила все-таки не уходить совсем в сумасшествие и взяла только три. В случае чего всегда я смогу своим родственникам отдать. И это получается гель для душа мороженое ягодные маскарпоне. О-о-о! Он похож немного на аромат розового геля для душа от Organic Kitchen, только там немножко более в жвачку ягодную уходили лесные ягоды. А здесь я чувствую немножечко примесь химозной клубники. Но база сливочная такая, она вот прям очень похожа с тем Organic Kitchen гелем. И последний у меня тут это гель для душа мороженое карамель с орехами. Ой, сейчас я захочу сладенького. А-а-а! Да! Блин, захочу! Оно пахнет прям как блин, как топинг для мороженого карамельный. Прям а-а-а! Ой, боже, нет, я больше это не буду нюхать. Кто не в курсе, я снимаю поздно-поздно вечером и как бы не хочется наедаться сладким сейчас. Но этот аромат просто восхитительный. Вот реально, у меня дети часто едят мороженое и у меня лежит на кухне топпинг как раз карамельный. Ну, карамельный топпинг, да, его еще называют соусом. И детям поливают всем карамельным мороженое. Ну, пахнет. И тут так же пахнет просто, и даже бутылка похожа. Там тоже белая бутылка. Ой, боже, как они хорошо тут попали, молодцы. Ну, конечно же, нельзя было вдовесок шампуня не взять еще и бальзам. Манго и кокос для красоты волос. 250 миллилитров. Какая красотища вообще. Хоть бы эта красота на мне сработала. Ну, все, мне на ближайшие сколько, три месяца, четыре должно хватить. Главное, чтобы они мне подошли, потому что, если не подойдет, придется опять пилить и покупать что-то, но, скорее всего, уже более проверенное. Опять же, тот мой вот любимый желтенький шампунь. Так, куда-то эту батарею мне надо, наверное, будет пристроить. Я не знаю, потому что сейчас полетразбор одно из таких серьезных посылок золотого яблока, потому что, я надеюсь, что там все мне положили и я не буду ругаться и расстраиваться. Итак, огромная карабинь из золотого яблока. Так, все-таки положили. Я решила прикупить немного еще масок от Darling, потому что, как вы помните по моим пустым банкам прошлого месяца, вот эта маска мне очень понравилась. Прям очень-очень. Поэтому я решила взять еще. Но это уже чуть более дорогие их маски. Ну, я думаю, они также меня расстроить не должны. Та-да-да-дам! Здесь у меня бьюти-бокс. Я очень надеюсь, что мне положили именно тот, который надо, потому что там была ситуация с заказом. Потому что его долго нельзя было прочекать в корзине, потому что была пометка, что если вы не из Москвы, заказать вы его себе не можете. А бокс был офигенно классный. Очень-очень крутой. Дорогой собака, но стоящий. И это тот самый бьюти-бокс, куда входит много разных классных брендов и в частности пара тональников как минимум здесь есть, которые меня интересовали и которые поодиночке покупать было очень накладно. А тут бьюти-бокс получался только ради этих тональников уже довольно-таки выгодным. Конечно, могла бы это дело как-то в отдельную распаковку пульнуть, но, пожалуй, это делать не стану и просто сделаю большую распаковку как в старые добрые времена на моем канале, когда у меня рубрика называлась не просто распаковка месяца, а большая распаковка. Мне не очень понравилось оформление, это похоже, не знаю, на гробик, но не знаю, лично у меня такие ассоциации. Но хотя, с другой стороны, немножечко еще напоминает палетку кафедральный собор от Cat1D. Еще такая ссылочка здесь мною была замечена. И я так рада, что он у меня в руках, просто он действительно очень выгодный по своему наполнению, очень выгодный и классный. Промокоды, как правило, на вот эти боксы у них не работают, но, блин, до чего здесь все прикольное, это стоит того определенно. Это оригинальный бьюти-блендер. Я уже очень давно не брала и в руки бьюти-блендер оригинальный, потому что у меня еще с позапрошлого года все уже истрачено. Я не скажу, что я в каком-то явном восторге от оригинальных бьюти-блендеров. Да, они неплохие, но они какие-то крупнопористые, далеко не каждый тональник с помощью можно легко наносить. Я все-таки предпочитаю более бюджетные варианты тональных, с которыми как раз, ну, как бы, не знаю, нанесение более равномерное получается, более гладкое. Но, тем не менее, пусть будет оригинальный бьюти-блендер, мало ли, на какой-нибудь худой конец. Тем более, это явно мой расходный материал, которым я буду пользоваться. Далее, то, ради чего был куплен этот бокс. Тональный крем Pro Makeup Laboratory. Я его давным-давно видела когда-то в ролике у Наташи хорошей. Она про него довольно неплохо отзывалась. И мне было интересно попробовать в том числе. Хоть бы там нормальный оттенок был, хоть бы не супер темный, темноватый. Но, стоит упомянуть, что здесь еще в боксе есть. И, насколько я понимаю, Adjaster. То есть, этот продукт можно будет как-то попробовать адаптировать. Ну и тем более, я в последнее время нахожусь довольно много на солнце. И сейчас тоже собираюсь отъехать ненадолго. Так что, думаю, может быть неплохо. По крайней мере, попробовать эту текстуру. По крайней мере, вот даже так. Мне будет очень интересно, потому что это действительно довольно занятный экземпляр. Также, помимо всего, здесь L'Orealевская L'Age Paradise. Тушь. Помада Тинт жидкая, матовая. Note Matte Lip Ink. Matte Matte Lip Ink. Это Note. Бренд называется Note. И это нюдовый, кстати говоря, оттенок. Уже приятно. Тени. Influence Beauty. Тон номер 3. Серебро. Причем серебро такое интересное. Ну, хорошо. Посмотрим. Может, какой-нибудь собиралку какую-нибудь это дело включу. Красивая упаковка, очень милая. мыло для бровей. То самое. Ламель вместе в коллабе с золотым яблоком. Карандаш для бровей. Art Visage. Cinema Brow. Здравствуйте. Четвертый оттенок. Посмотри. Очень интересно. В прошлом тест-драйве, кстати говоря, кто не смотрел, посмотрите. Я обкатывала этот карандаш в 0,2 оттенке и мне попался суховатый экземпляр, который прям ломался. Не знаю, если этот свежий, почему бы. Почему бы и не реанимировать свое впечатление о нем. Ну, а если нет, значит, просто заловком отдам своим. Про мейкап лаборатории. Magic Mist и Steam Fix. Это получается Pre-Makeup Spray и Fixing Spray. То есть, один закрепляет макияж, а второй является некой такой базой, да. Mist улажняющий для лица и mist фиксатора макияжа. Все верно, я не ошиблась. Причем здесь много. Это 10 мл. Это намного больше, чем вот эта вот малюсенька, которая была у Urban Decay. Fixing Spray. Что еще? Keeping It Real Foundation. Это тоже... А, это RAD. Да, это RAD. Та самая тональная основа, которую я очень хотела попробовать у бренда RAD. Господи, я обрастаю тоналками. Не, ну с учетом того, что я их реально расходую, нормально. Пусть лежат. Блин, прикольная. И здесь она идет в оттенке. В оттенке 0.22. Peach Beige. 0.02. Мне кажется, он мне должен подойти. Может быть. Посмотрим, если он уляжется. Если что, здесь должны быть адаптивные капли. Где эти капли? Я, блин, найти их не могу. Что ж такое-то? Так, база под макияж сиянием для жирной кожи. Стойкая. Про Makeup Laboratory. Я не пользуюсь базами, но попробовать интересно. Тем более, это про Makeup Laboratory. Дальше. Романовый Makeup. И это что? Вот такое? Sexy Glow Skin Perfector. Хм. Вот этого я не знаю. Видимо. Видимо, тоже какой-то то ли праймер, то ли же. Наверное, праймер, да, мне кажется. Надо почитать про него. Смягчающая основа под макияж для всех типов кожи. Камуфлирующая, матирующая основа под макияж с антеллой азиатской. Выравнивающая стойкая. Опять же, про Makeup Laboratory. Тут прям реально этих праймеров. Офигеть. Skin Helpers. Это Hydrating Fluid. Какая-то увлажняющая штука. Улажняющий флюид для лица. Маска Garnier. Эту я, кстати, еще не пробовала. Патчи Garnier. О них моя подруга хорошо отзывалась. У меня даже какие-то лежат за кромах. Надо попробовать. И сашетки. Салфетка для очищения макияжных кистей. Manly Pro. От Миши Ведяева. Геоуроновый гель для умывания? А, нет. Для улажнения кожи. Пробник. И Manly Pro. Что это такое? Непонятно, что это. Не для продажи. И все. И непонятно, что. Надо почитать аннотацию к этому боксу. Но, в принципе, вот по наполнению он довольно-таки неплох. Мне показалось. И, в принципе, да, тут очень такие ходовые продукты. И очень много всего от Pro Makeup Laboratory. Да, далеко не самая топовая. Далеко не самая востребованная. Далеко не самая супер необходимая для повседневной жизни. Но для проб интересно и прикольно. Так что я очень рада, что сумела урвать этот бокс. Блин, эту лодочку, лодочку. Добрая часть того, что здесь, я думаю, будет найдена вами в будущем на канале в пустых банках. Ну, или же где-нибудь в собиралках, скорее всего. Так что спасибо вам большое за внимание. Спасибо, что провели это время со мной. Я надеюсь, вам немного скрасило вечер или утро, смотря, когда вы смотрите этот ролик. Увидимся с вами через два дня на третий. Как всегда, с вами была Саша и всем пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...